Девятки Золотой запас страны Но однажды выяснилось Сотни килограммов драгоценного металла Похищены А жители обычного русского городка В одночасье превратились в миллионеров В деревянных избушках Вместе с солеными огурцами и квашеной капустой Люди хранили золото и доллары в банках А порой делились слитки с помощью топора Как такое стало возможным? Это Виталий Курбатов Он же Курбат Его называли Золотым Королем Но тогда почему его четверо детей Были вынуждены голодать? Если грабив по всей стране А здесь маленькую толику кто-то его украдет Мне кажется, государство мало чего потеряет А жена Курбатова прошла через боль и унижение Я торговала на рынке Потом я устроилась в школу всех служащих Как сложились судьбы участников Этой пронзительной истории? Для нас он невиновен Для родных, для детей И чем закончилась золотая лихорадка? В середине 90-х Вместе со съемочной группой я выехал в Касим На городском рынке по дешевке Пасти открыто продавали золото Самой высшей пробы А ночью в небольшом городке звучали выстрелы Так делили драгоценный металл Искушение золотом не выдержал никто Город был охвачен золотой лихорадкой На столе остывал нехитрый ужин Женщина ждала мужа с работы С Касимовского завода Он появился на пороге Снова взволнован Плотно закрыл за собой дверь И быстрыми шагами направился к столу Чистейшее золото На дешевой китайской клеенке Оно выглядело фантастично Женщина уже хорошо знала, что делать В последнее время работа на Касимовском заводе цветных металлов Стала очень прибыльной В конце 80-х в Советском Союзе было три крупных афинажных завода В Новосибирске, Красноярске и подмосковном Щелкове Они плавили и очищали драгоценные металлы Золото, серебро, платину Продукцию завода в слитке из драгметаллов Отправляли в Гохран, в Москву Но в 88-м году правительство принимает решение Создать в самой большой в стране Да, пожалуй, и в мире Золотоплавильный завод Он должен был производить Только чистое золото 999-й пробы Для пополнения золотого запаса И продажи за границу Этакий золотой телец Вот здесь, в городе Касимов Рязанской области Был построен завод-гигант 100% контроль и надежная охрана Но так казалось только на первый взгляд Начало 90-х годов Рязанская область, город Касимов После первой плавки золота Жизнь в тихом городке круто изменилась Все почувствовали В городе появились деньги И не просто деньги А бешеные деньги Как грибы после дождя На окраинах Касимова Росли коттеджные поселки А в самом городе Открывались клубы и казино Касимов Город в Рязанской области Население 32 тысячи человек Заложен Юрием Долгоруким В 12 веке Через 220 лет после основания Полностью сожжен татар-монголами Расположенный на крутом берегу Аки Считался символом тихой русской провинции Но только не в середине 90-х Когда город охватила золотая лихорадка Таинственный рост благосостояния горожан Моментально заметила местная братва И вскоре полилась кровь Они били его долго Жестоко До потери сознания Это была показательная расправа Для тех, кто еще не понял Золотом надо делиться Когда человек отключался Его обливали водой Мужчина потерял сознание Но еще дышал А бандиты решили сэкономить патрон Подложили под машину Проехали по голове Чтобы вообще не нашли кто там чего Валерий Лапушкин В середине 90-х годов Заместитель начальника управления По борьбе с экономическими преступлениями УВД Рязанской области Сведенное предсмертной судорогой Обезображенное тело Нашли на обочине Как только подтаял снег Оперативникам удалось установить Растерзанным оказался Евгений Москов Рабочий Приокского завода цветных металлов Сыщики начали выдвигать Различные версии Но тут произошло невероятное Город захлестнула Огромная волна Новых загадочных преступлений Федеральные выпуски криминальных новостей Нередко начинали с сообщения Об очередном жестоком убийстве в Кассиме Условного сигнала Они ждали давно Но каждый раз Услышав стук в окно У супругов душа уходила в пятки Никто не знал наверняка Что будет дальше Очередная пачка долларов Или улев затылок Впрочем стоит ли пугаться Много раз он возвращался домой Живой и не вредил Кассимов превращался в город смерти Люди пропадали десятками Вот лишь некоторые имена Из длинного списка погибших Бесследно исчез владелец шашлычный Шухрат Джуманиязов Найден в лесу забитым до смерти Ушел из дома и не вернулся коммерсант Александр Словецкий Обнаружен сгоревшим В собственном автомобиле От огнестрельных ранений Скончались военнослужащий Александр Ежов И предприниматель Андрей Михайлов Стало очевидно Массовые расправы Каким-то образом связаны с золотом Факты свидетельствовали о том Что с завода идет хищение Драгоценного металла Из Москвы немедленно направили Спецкомиссию Удивительно Но документация на заводе Находилась в идеальном состоянии Судя по отчетам С предприятия не пропало Ни одного грамма драгметалла Руководство завода В пору было представлять К награде У нас был еще как бы Социалистический принцип производства Что я имею ввиду? Тогда было Главное это производство Произвести золото Как можно дешевле Комиссия из Москвы Уехала ни с чем А уже через месяц На заводе случилось Чудовищное ЧП Был похищен слиток Изолонный Завода Алексей Сорокин В середине 90-х годов Старший оперуполномоченный Управления по борьбе С организованной преступностью УВД Рязанской области 12 килограммов чистого золота Эталон хранился за семью печатями В заводской лаборатории Допуск к нему имели всего два человека Сам директор И его доверенное лицо За моей спиной Здание МВД России Именно сюда На Житную-16 Стекалась вся оперативная информация По Касимовскому делу Однако очередные данные Пришли вовсе не из Рязанской области А из-за границы На черных рынках соседних стран Появилось огромное количество Нелегального русского золота Высшей 999-й пробы Экспертиза показала Это золото С Касимовского завода В провинциальном городке Касимов Построен крупнейший в России завод Производящий золото А вскоре начинается серия чудовищных преступлений Горожане пропадают десятками Сыщики предполагают На заводе начались невиданные хищения Но кто их организовал? И почему доказать это оказалось невозможно? 94-й год Город Нижний Новгород Подсобки продуктового магазина Было не развернуться Вокруг коробки С шоколадными батончиками Чипсами Ну и конечно же Американскими окорочками Их еще называли Ножками Буша Ходили слухи Что за океанских кур Кормили гормоны Позже выяснилось Что их лорома обработала Именно здесь Разыгралась одна из ключевых сцен Нашей истории Трое мужчин В подсобке Сосредоточенно взвешивали товар На весах лежал Слиток золота Который тянул Почти на килограмм Захрустели доллары Сделка состоялась Иделия была нарушена Внезапно В руках оперативников Оказались жители Нижнего Новгорода Некие Алексей Агапов И Сергей Сбитнев Мы их задержали В центре города С поличными Сергей Скворцов В середине 90-х годов Старший оперуполномоченный По особо важным делам Главного управления По экономической преступности МВД России Оперативникам удалось выяснить Сбитнев и Агапов Успели продать 22 килограмма Но откуда у них Столько золота? Они потом признали Что Им привезли жителей Косил Задержанные назвали Две фамилии Рабочий Рогозин И прапорщик Швичков Оба сотрудники Приокского Золотоперерабатывающего Уникальный документ Советских времен Рукописный справочник Золотолитейщика Каких документов На заводах Драгметаллов Было всего Несколько экземпляров Все под грифом Секретно Типографии Не доверяли Здесь все Удельный вес Плотность Химический состав Золота В слитках Количество примесей Ничтожно мало На каждом слитке Сделанном по этим формулам Стоит клеймо С тремя девятками Чистое золото Чистое А так ли все было На самом деле? Это один из лучших Плавильщиков Косимовского завода По фамилии Клещев Но знали его На заводе И под другим именем Академик Именно он Разработал уникальную Схему хищения золота Которую не могла Выявить ни одна проверка Золото плавится Про температуру По 1066 градусов Вот он вскипает Добавляет туда Чуть-чуть меди Немножко Потом шлаки снимаются Берется проба Работникам ОТК И она у себя Начинает эту пробу Оформлять В это время Плавильщик Клещев Исхитрялся Вычерпнуть Из кипящего котла Несколько сот грамм золота А вместо него Добавлял медь Более низкой пробой Золота получалось На выходе О том, что Кто с завода Крадут золото Знало полгорода Знали Но молчали Потому что боялись Убивали любого Кто хотя бы пытался Открыть рот Вот они Касимовские короли Виталий Курбатов И Андрей Ефремов Два закадычных друга Рост учился До восьми классов Он учился в школе И, кстати, хорошо Очень учился Всю жизнь они прожили По соседству Ходили в один детский сад Учились в одной школе А когда выросли Поделили и родной Касимов Банды Курбатова И Ерофеева Крышевали палаточников И мелких предпринимателей Но золото Превратило лучших друзей В непримиримых врагов Когда в Касимове Появился золотой завод Бандитской дружбе Пришел конец Знакомые вспоминают Курбат стал нервным И озлобленным Когда я узнал Он был нормальным А потом, видно Изменился В другую сторону Курбат сразу же понял Какие открываются перспективы Он вышел на плавильщика По кличке Академик Вместе они придумали Как выносить золото С завода Вот что вспоминает Сам Курбатов О тех временах Там такие халявные Деньги Пришлось Искать людей Кто там работает Знакомых Тем более Все Работы Большинство Нашли Первые заводы Несуны Их еще презрительно Называли золотушниками Проявляли чудеса Изобретательность Начали Вытаскивать золото Всеми доступными Недоступными способами Елена Бондарева В 90-е годы Старший следователь Касимовской Межрайонной прокуратуры Как вынести С завода Уже украденное золото Обыкновенная рогатка Но с помощью Этого нехитрого Приспособления Золото По воздуху Преодолевало Все кордоны Через это Неприметное окно На волю Вылетело Около 10 килограммов Чистейшего золота Мне рассказывали Как накануне операции Рогатку Пристреливали Во дворе Таким образом Определялся вес Золотого снаряда И отрабатывалась Техника метания На заводе Начались массовые Аресты Несунов А воровство Продолжалось Причем Неделю Мы арестовывали Где-то 5-6 человек И за два месяца Эта цифра Уже достигла 37 человек Первой попалась Бригада Рогозина Его подчиненные Евгений Баранов Вера Жучкова И Андрей Рапетян Вынесли С завода 78 килограммов Золота Тайники Сыщики находили В самых неожиданных Местах Внизу Подвалы Были расстояние 20 примерно На 6 метров высотой И длина 70 метров И забито 2-3 тысячи тонн мусора Поэтому там Можно два танка Спрятать И их не найдешь Сразу Эти кадры Снятые во время Спецоперации Долгое время Были засекречены Но сегодня Мы сможем показать Куда прятали золото Вот плавильщица Вера Жукова Показывает тайник Сделанный В общественном Туалете Завода Кто бы мог подумать Что благородный металл Будет ждать Своего часа В столь непрезентабельном Месте Через этот тайник Прошли десятки Килограммов Народного золота Но кто забирал Их из этого тайника И выносил За пределы завода Безопасность Обеспечивали Службы режима Завода И специальный батальон Внутренних войск Все военнослужащие Имели безупречные Характеристики Но перед возможностью Украсть золото Не устоял никто Вот уникальные Видеоматериалы На этой оперативной съемке Допрос охранника Сергея Каменского Как выяснилось Он воровал Несколько лет Бандиты Нашли к нему ключик В декабре 94 года Каменский вынес С завода 4 килограмма золота А спустя полгода Еще 24 килограмма Каменский понимал Что грабит завод Который должен охранять А когда начались аресты Твердо решил Хватит На очередную просьбу Пронести золото Ответил категорическим Отказом Поздно вечером В квартире Каменских Раздался звонок На пороге стояли люди В форме Вежливо попросили Проследовать за ними Но дело приняло Совершенно другой оборот Это был бандитский маскарад В нем был приставлен Пистолет С тема ПТ Одеты наручники Несколько раз Удалили меня Вечная полка Били долго До потери сознания Потом раздели И оставили в лесу Недалеко стояла машина В которой находился заказчик Криминальный авторитет Ерофей Андрей Ефремов Уроженец города Касимова Образование среднее Женат Воспитывает Несовершеннолетнюю дочь Официальной информации О нем было крайне мало Но по городу ходили слухи Что Ефремов Человек с двойным дном И в бандитских кругах Имеет кличку Ерофей Работать на цвет мети Стало крайне опасно Более 50 человек Были убиты Из-за золота Сыщики прекрасно знали Лишь две преступные банды Являются реальной силой Бригада Ерофея И его лучшего друга Курбат Вот краткое досье На этого человека Виталий Курбатов Кличка Курбат Уроженец города Касимова Образование среднее Работал разнорабочим На местном мясокомбинате Женат Имеет четверых Несовершеннолетних детей Но вот что удивительно Соседи и знакомые Характеризовали Виталия Как исключительно Заботливого и нежного отца К тому же Прекрасного семьянина Эти несуны Сбывали золото Именно Курбатов и Виталия А Курбатов и Виталия Через своих людей Знакомых В Москве В других регионах Уже сбывал золото И делил естественные деньги На вырученные средства Курбатов построил Мрачный как крепость дом Этот огромный особняк Позже смог выкупить С торгов Лишь крупнейший банк России За Курбатовым Было установлено Круглосуточное наблюдение Но Золотой Король Как будто почувствовал Слежку и бесследно исчез После этого В Касимове Началась война Тот вечер Жители Касимова Не забудут никогда Все произошло На центральной улице Одна из местных группировок Претендовавших на заводское золото Собралась в ресторан В это время Подъехали люди и России И начался Шквальный автоматный огонь Пули в окна Залетали Ближайшие Дома Однако враги Ерофея не сдавались Они открыли Мощный ответный огонь Но Ерофей Отступать не собирался У него был Приготовлен сюрприз Неожиданно Крышки ближайших Канализационных люков Сдвинулись Из них Показались Автоматчики Открытый люк У него Жульки Стреляли Из автомата В это Невозможно было поверить Центральная улица Касимова Оказалась Завалена Трупами Началась у них Борьба за власть Две группы Перестреляли Друг друга Девять убитых Восемь раненых Вот прям здесь Двухстат метров Буквально В одном кафе До чего дошло А потом в город Тайно вернулся Курбатов Еще бы Теперь его Конкуренты Обескровлены Среди бандитов Возник вопрос А не Курбат ли Спровоцировал Побоище Мы оперативную Обстановку Так сказать Знали Решили Вступили в контакт В оперативную С другими Преступными Группировками Просто им Предложили Сдать этого Беспредельщика Курбатов Забил стрелку Подельнику Информаторы Предупредили Он будет На шестерке Но где именно Состоится встреча Неизвестно Алексей Сорокин Был непосредственным Участником Операции Вечером На улицу Где дежурила Его группа Въехала Та самая Шестерка И тут у меня Патрон На перекосях Стал Патроник Не зашел Того Заклинил А Знать Что он Вооруженный Естественно Страшно Естественно Страшно Тут я Зарал Недуриком Недурным Голосом Убей Ложись Это кадры Милицейской съемки Вы видите Насколько рискованной Оказалась Та операция Бандиты Были Прекрасно Вооружены При задержании У них Изъяли Целый Арсенал Шестая Модель Жигулей Весьма Престижная В те годы Машина Золотой Король Виталий Курбатов Находился На задних Сидениях Он Моментально Понял Сопротивляться Бесполезно В его Распоряжении Всего Несколько Секунд И Курбат Поступил Очень умно Стер отпечатки Пальцев С оружия И спрятал Ствол Под сидение Формально Арестовывать Его было Не за что Так что же Отпускать На свободу Но Сыщики Нашли Основание Все Ранее Задержанные Несуны Золота Указывали На Курбатов Именно Ему Они Приносили Товар И от Него Получали Свою Доль Через Людей Через Товарищ Кто этим Занимался Не только Заводом Люди Которые В Москве Скупали Имели Дело Ноги Сприск То есть Все Что не Придешь Все Возьмем Главный Подозреваемый По делу О хищении Золота Скасимовского Цветмета Оказался В СИЗО Но Сыщикам Так и не удалось Доказать Что Курбат Был не только Скупщиком Краденого А главой Целой Банды Он был Очень одежной Фигура И его боялись И даже Подельники Его боялись И когда мы Его задержали Чтобы он Не давил Мы его Договорили С Генеральной Прокуратурой Его Отконвоировали В Нижнем Новгороде Он сидел В СИЗО Нижнем Новгороде И все же Курбатов Получил Два года За незаконный Сбыт Золота А уже В 96-м Курбат Вышел На свободу И вернулся В Касимов Туда Где работал На полную Мощность Родной Завод По производству Золота А значит Все можно Было Начать Сначала В Касимове Запущен Крупнейший В стране Завод По производству Драгметаллов А вскоре Начинаются Огромные Хищения За контроль Над левым Золотом Отчаянно Сражаются Несколько Группировок Милиции Удалось Задержать Лишь одного Из золотых Королей Виталия Курбатова Но уже Через два Года Он выходит На свободу Попытается Ли он Восстановить Свою Власть Но кому Служат Теперь Бывшие Подельники 96-й Год Рязанская Область Трасса Касимов-Шацк Тело Человека Было Обезображено Лица Практически Не узнать Перед смертью Его долго Били Словно В назидание Остальным Из заключения Эксперта Криминалиста На теле Мужчины Обнаружены Многочисленные Ссадины И кровоподтеки На лице Повреждения Причиненные Тупым предметом Конечности Со следами Обморожения Непосредственная Причина Смерти Огнестрельное Ранение В область Грудной Клетки Это был Сам Клещев Тот самый Плавильщик С Приокского Завода По кличке Академик Именно он Придумал Как обмануть Проверяющих И выносить Золото В неограниченном Количестве А спустя Месяц Был убит Сам Ерофей Как гром Среди Ясного Неба Застрелен Ефремов Андрей Возле Собственного Гража Это был Маленький Шок Когда Курбатов Сел в тюрьму И вышел Из игры Именно Ерофей Стал Золотым Королем Преокского Цветмена Как раз На него И стали Работать Бывшие Люди Курбата Среди Них Был И плавильщик Клещев Нам удалось Разыскать Вдову Ерофея Марину Ефремов Сегодня Она все Так же Живет В Касимове Воспитывает Дочь И не Собирается Больше Выходить Замуж Тогда В 90-е В доме Вдруг Появился Достаток Хорошая Еда Импортная Техника Дорогая Мебель К чему Лишние Вопросы Правда Иногда Любопытство Брало Вверх Я говорю Ты чем Занимаешься Кто ты Ответь Говори всем Что я Порядочный Человек Для прикрытия Ефремов Держал Торговую Точку Занималась Мелким Бизнесом Естественно Жена Когда на Женщину Наехали Местные Бандиты Муж Разобрался С ними По-свойски Он Говорит Прокатись Со мной По городу И я С ним Прокатилась И я Даже Не показывала Ему Он Сразу Понял Кто Это Он Конечно К нему Подошел Поговорил С ним По-мужски Ну В пятак Ему Говорит Больше К моей жене Не подходи Не пугай Ее 90-е годы Марина Вспоминает Неохотно Ведь золото Принесло ей Только горе У меня Родственница Врач Психиатр Я все время К ней Обращалась Не сойду ли Я с ума Он мне Ничего Не говорит Ничего Не объясняет Где он Куда он Пошел Фортуна Отвернулась От Ерофея В декабре 96-го По городу Разнесся Слух Курбат Вернулся И жестоко Отомстит Предателям А на Приокском Цветмете Круглосуточно Шла Оперативная Работа Сыщикам Удалось Раскрыть Еще одну Схему Воровства Вот такие Брезентовые Рукавицы Выдавали Рабочим В плавильном Цеху Их прочности Хватало Только на Одну смену Так что Запас Рукавиц Всегда Был внушитель Золото Выносили Из плавильного Цеха В этих Самых Рукавицах И прятали В тайниках Ну вот Примерно Так Когда плавка Заканчивалась Рукавицы Золотом Перебрасывали На территорию Локальной Зоны А уже Оттуда С помощью Ну вот Приблизительно Такого Прута С крючком Уносили По домам По периметру Были расставлены Видеокамеры Они работали Круглосуточно Но и это Не стало Препятствием Камера Отключалась На какое-то Время На 20 минут Чтобы никто Запись Потом не посмотрел Что там Творилось Одновременно Оперативникам Удалось Установить Кто именно Убивал Касимовцев Оказалось Именно Курбатов Убил плавильщика Клещева Когда узнал Что академик Предал его И переметнулся К Ерофею Когда Клещева Убили Я ему сразу Сказала Чем вы занимаетесь Что случилось Не убьет Тебя Там Не убьют Тебя Там Следующий Когда в одну Из темных Осенних ночей Курбат Постучал В окно Супружеской Спальни Ерофей Все понял Я Аккуратно Посмотрела Через штору Я увидела Он был вооружен У меня пистолет Такой Оранжевый Кабуран Я потихоньку Андрею сказала Говорю Курбатов Стучит Тебя зовет Скажи Что меня нет Курбат Не поверил Но настаивать Не стал Наведался Через несколько дней В гараж Там и разобрался С бывшим другом Пришел не один А с наемным Убийцей Емкое убийство Потрясло Город Касимов Снова Занял Первое место В криминальных Сводках И не видел я Что происходило В гараже И как он лежал Просто Когда смотрела Телевизор То я уже Увидела на фото Как он там Лежит убитым Заказать Заказать Ерофея Мог только Один человек Но доказать Причастность Курбатова Не удалось А засветился Бандит По глупости В казино Из-за пустяковой Ссоры Застрелил Своего друга Естественно Он скрылся Скрылся Здесь было Официально Налицо Преступление Он был Объязан Объязан В розыск Курбатов Снова ударился В бега Последнее время Всюду возил За собой Семью Жену И четверых детей Нам удалось Разыскать Татьяну Оказалось Она только на словах Была женой Миллионера Курбатовой Сейчас она носит Фамилию Акутина Не позавидуешь Таня влюбилась И вышла замуж В 18 лет А он уже с армией Знаете, внимание Так и познакомились Для семьи он старался Всячески Зарабатывал В 21 год На руках у Татьяны Было уже трое детей Она растила их сама Не было ни бабушек Ни помощников Поэтому в дела Мужа особо не лезло Я была вся уставшая Самое главное дело У меня холодильник Был полный Больше меня ничего Не интересовало Парадокс Но у жены Курбатова Никогда не было Ни золота Ни бриллиантов Она делила с мужем Не богатство А изгнание 96-й год Рязанская область Поселок Приокский Курбатовы только что Вернулись с Украины Прямо с поезда Поехали к другу Рассчитывали передохнуть Но там преступника Ждала засада Курбатов находился В квартире Вместе с детьми И женой По оперативной информации Он был вооружен Это осложняло ситуацию Для подстраховки Значит вот на этот дом Пятиэтажку Значит позицию Занял снайпер Оперативник Алексей Сорокин Позвонил в дверь Ему открыла жена Курбатова Татьяна Изошло много народу Она была в шоке Испугалась И жестом показала Где находится Курбатов Операция прошла Молниеносно Женщину с детьми Закрыли в комнате А Курбатова взяли на испуг Воспользоваться оружием Он не успел Следователь Елена Бондарева Прибыла на место Спустя полчаса Курбатов сидел На полу В наручниках Сверхспокойный Сверхспокойный Невозбужденный Во время обыска Был обнаружен пистолет ТТ С глушителем Экспертиза показала Именно из этого оружия Был застрелен Клещев 2014 год Республика Мордовия Исправительная колония Номер один Полковник Сергей Канай Начальник участка Для пожизненно осужденных Показывает свои владения Здесь отбывают срок 60 человек Живут подвое Вот в таких камерах За сутки они ложится На кровать Только по распорядку дня Это с 10 вечера И до 6 утра Сидеть можно Но ложится Вообще категорически запрещено Стол Стул Кровать Заправленная по образцу Памятка висит на двери Полка для личных вещей И телевизор За хорошее поведение Буква Р Это обозначение Значит Осужденно находится на работе Буква Д Это дежурный по камере Вот камера жилая Двухместная В этой колонии Уже 17 лет Живет Виталий Курбатов Говорят Поведение нормальное Без эксцессов Выполняются Требования Администрации То есть и закона Каша Яйца Фрукты Даже выдаются Соки В общем питание хорошее Тут жалуются Купается Не на что Многие считают Что такое наказание Хуже смертной казни Дескать люди здесь Сходят с ума И едва ли не умоляют Охранников Пристрелить их Но так ли это? У нас есть возможность Поговорить с человеком Который лишен свободы С 96-го года Прошлого века Спустя годы Курбатов так и не раскаялся Дали людям Хоть кому-то Сейчас в данный момент Пожить нормально Почему нет? Если грабишь По всей стране А здесь маленькую Толику Кто-то его украдет Мне кажется Государство Мало чего потеряет Похоже он с удовольствием Вспоминает прошлое Даже гордится им Для русского Мне кажется Где бы кто бы не работал Везде бы всегда Все так и было И воровали Мы все выхитрились Даже была бы жуще Охрана Но убийство Ужас суда Пожизненный приговор Просто как вакууме было Ничего не слышу Ничего не слышу Ничего не вижу И шла куда-то Непонятно куда Я только помню Что он что-то кричал И все Я вышла и снова А затем начались Мытарства Татьяна прошла Через боль и унижение Через нищету И презрение Денег не было Даже на свадьбу дочери Я видела Нищенскую свадьбу Кто это в праздник Божественной женщины Замуж выходит А кто-то там Ставпой сказал Да это у Курбатова Дочь замуж выходит Свадьба такая Скутненькая была А дети Курбатова До сих пор верят Их отец Не виновен Но могут ли они Думать иначе Для нас он не виновен Для нас Для родных Для детей Хороший отец был Заботился о нас Любил Помогал Нам ни в чем Не отказывал Решение развестись И начать новую жизнь Татьяна приняла Сразу же после суда Курбатов Возражать не стал Дети общаются с ним Мне кажется Это достаточно Он всегда говорил Я скоро вернусь Мы ждали И сейчас ждем И верим Что он вернется Сама же она Не ездит в колонию И даже не переписывается С бывшим мужем У Татьяны Новая жизнь И другая семья Золотая лихорадка Никому не принесла счастья Здесь на кладбище Оказались и бандиты И сотрудники завода Воровавшие драгоценный металл У них были Сотни килограммов золота Но никто не стал Ни банкиром Ни олигархом И сегодня В этой истории Поставлена точка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok